Митинг «Вставай Украина» собрал под знамена фронт Азмин, батькивщины, удара и свободы по разным оценкам от 20 до 40 тысяч людей. Итогом дня стало принятие резолюции объединенной оппозиции. Чтобы попасть на митинг в столицу представителям областей Украины пришлось преодолеть немало преград. Автобусы разворачивало ГАИ, угрожая отнять лицензию перевозчиков. Да и сама дорога, напоминающая после зимы танковый полигон, серьезное испытание. Сюда там с большими потугами прорвались многие одесситы. Я вот насчитал как минимум пять групп и в каждой из них по 50 человек. И это люди поехали по собственному воле и собственному сердцу на своих автомобилях за свои деньги, потому что они тоже понимают, что от этого зависит свобода не только киевлян, но и всех граждан Украины. Так или иначе, уже в 12 дня вокруг памятника Тарасу Шевченко собрались люди и разворачивались флаги. В два часа митинг начался прибытием лидеров оппозиции. Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тегнебока. К традиционно активному старшему поколению на акции «Вставай, Украина» присоединилось огромное количество молодежи, тем самым доказывая готовность бороться за свое завтра. У нас есть не только надежда, у нас есть вера. И мы знаем, что точно, что мы победим. И что наша молодежь – это еще только лишь маленький процент. Это самая активная молодежь. Но есть еще молодежь, которая просто еще терпит, она не знает, что такие акции собираются, что здесь не только дедушки и бабушки, а здесь сверстники, ребята от 16 до 35 лет, готовы отстаивать свою страну и готовы отстаивать свое будущее. Люди, собравшиеся на митинг, не пытались разбиться на отдельные группы. Смешались флаги и лозунги. Такое необходимое для успешной борьбы за свои права единство сплотило всех. Мне очень понравилось, что сегодня я увидел вместе Яценюка, Кличка, Тегнебока, флаги всех партий, они все вместе, люди едины, высказывают свою позицию, потому что уже надоело, уже сил никаких нет, и ситуацию в стране нужно менять. И мы сюда приехали специально для того, чтобы показать свои намерения и проявить солидарность со всеми. Приняв первое слово, к митингующим обратился Арсений Яценюк, который поблагодарил людей за то, что их смелость и готовность бороться уже оказывает достаточное давление, чтобы решения, которые ждали так долго, были приняты. За несколько часов до начала акции без условий требований был освобожден Юрий Луценко. И слава Иисусу Христу! Сегодня великое християнское свято, и сегодня благовещение, и велика благовещение. Вы знаете, что наш брат, та человек, которая нескоренна, и та человек, которая боролась и борется за украинскую демократию и за лучшую долю Украины, и которая была незаконно увязнена Виктором Януковичем, это Юрій Луценко. И я прошу, чтобы все вы привыкли Юру. Проблема в том, что этот процесс стал, и стал под тиском общественности. Это очень важно. Потому что я был на суде три дня тому назад, когда в Печерске отбывался суд, я видел ситуацию, какая там была, и понял, что влада не держит дальше облогу ту, которую она держала, но все-таки свет, что смотрит на эти проблемы, которые происходят в Украине, он впливает, даже на верховку нашей влады. И они потихоньку поступают. Главным итогом митинга стала резолюция оппозиции, определяющая основные требования к власти. Не допустить проведения референдума, который имеет целью продолжения президентских полномочий Виктора Януковича. Упразднить пенсионную реформу. Отправить в отставку правительство Николая Азарова. Освободить всех политических узников, в частности, Юлию Тимошенко. Продолжением и следующим этапом акции «Вставай, Украина» станет всеукраинская акция протеста, назначенная на 18 мая, целью которой будут досрочные президентские выборы и устранение от власти президента Виктора Януковича.